Добрый вечер, уважаемые телезрители. Добрый вечер, уважаемые Мангостаусцы. В прямом эфире на телеканале Мангостаул. Проект Резонанс, где мы всегда обсуждаем самые насущные, самые актуальные вопросы, ситуации, которые происходят в нашем регионе, в нашей области. И сегодня наш выпуск будет посвящен теме строительства в городе Актау, в Мангостауской области. Какие нарушения есть, куда обращаться гражданам в тех или иных случаях. Мы попытаемся ответить на все эти вопросы. И сегодня гостями в нашей студии являются главный специалист отдела архитектуры и градостроительства города Актау Мендебаев Бахат Мендебаевич, а также специалист управления государственной архитектурно-строительного контроля Бектуров Нуржан Айджанович. Добрый вечер, уважаемые гости. Спасибо, что, не смотря на свой плотный график, вы нашли время уделить нам, нашим уважаемым телезрителям, пришли ответить на насущные вопросы, которые действительно волнуют население. А я хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире, телефон в студии 303450. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете их задать по данному номеру, мы попробуем на них ответить. Итак, уважаемые коллеги, уважаемые гости, скажите, пожалуйста, вообще сфера строительства Мангсталовская область отличается по всей стране большими объемами строительства, ввода в эксплуатацию жилья, регулярно строятся жилые комплексы, люди получают ключи от квартир и так далее, и так далее. Но, как и во всех сферах, есть определенные нарушения. Самые распространенные нарушения в сфере строительства в нашей области, это какие? Какие именно вы можете отметить? Вопрос вам адресую. На сегодняшний день, вкратце скажу, функция нашего отдела, в ходе чего мы можем выявить данные нарушения. Согласно закону об архитектурной градостроительной деятельности, руководством с этим законом, входит функция отдела архитектуры и градостроительства, это осуществление мониторинга по городу строящихся объектов, в ходе которого и выявляется начало строительства, и после чего нами проверяется, данные строительства на законных ли основаниях начали строительство. У нас есть в отделе база, по которой мы можем посмотреть, есть ли регистрация, получили соответствующие документы, это разрешение на ведение строительно-монтажных работ. После чего нами проверяется, если соответствуют все документы, никаких мер не принимается, а если выявится, что данный строительный объект ведется самовольным, тогда нами направляется письмо в управление, государственное управление архитектурой и градостроительства, то есть ГАСК, да, организацию, для того, чтобы они проверили данный объект на наличие всех документов, и при отсутствии таких лифт-документов привлекли к ответственности. Ну, а об ответственности мы поговорим чуть-чуть позже. Давайте, и так вы не ответили на мой вопрос, какие именно самые распространенные нарушения? Отсутствие лицензии, отсутствие разрешения, отсутствие тех условий у поставщиков, допустим, тех же самых ком-услуг, как МАЭК, ООС и так далее, да? Нарушения, да, в действительности имеются, да, вот сейчас мы по городу насчитываем около 9 объектов, которые ведут строительство, самовольное строительство ведут, они есть, да, это объекты. Так, сразу давайте отметим для наших телезрителей, эти 9 объектов, это все многоквартирные жилые дома? Да, это непосредственно многоэтажные жилые дома, основном это находится в 16-17 микрорайоне, имеется в 12-м микрорайоне, в 34-м и в 19-м микрорайонах жилой комплекс, сейчас строительство ведется. По данным объектам даны письменные, направленные письма в управление ГАСК для принятия соответствующих мер, для принятия мер. Самовольное строительство, что это? Это просто человек взял, я извиняюсь, давайте будем открыто говорить доступным языком, на непринадлежащем ему участке, начал самовольно строить что-то, или как, самовольное строительство? Самовольное строительство это тогда, когда собственник имеет земельный участок, но это только полдела. Для того, чтобы начать строительство, есть определенные процедуры, есть законы, правила, согласно которому собственник или застройщик должен пройти их. Это, так если сказать, получение АПЗ, эскизный проект. Да, там целый перечень документов, это получить право на пользу земельным участком, технические условия у поставщиков услуг, в вашем отделе, в вашем отделе, вот, да, АПЗ, как вы сказали, дальше идет проект необходимого утверждения архитектуры на градоставительском совете, рабочий проект, данные расчеты, весь полностью, вот этот весь большой перечень, он должен иметь и предоставить вам для того, чтобы получить разрешение на строительство. Нет, среди перечень, на который вы указали, только мы выдаем, вот, первое, архитектурно-планировочное задание, это первичный документ, который, предварительный документ делается для того, чтобы в дальнейшем этот человек проведил экспертизы и рабочие проекты, чтобы делал. Первоначальным документом это является. АПЗ наш отдел выдает и утверждает эскизный проект на градоставительском совете. Теперь еще такой вопрос, часто наши телезрители задают, многие стройки, давайте, ну, не будем говорить, что все стройки, есть и добросовестные застройщики, добропорядочные, но многие бывают и такое, что объект строится, котлован копается, вот, даже вот, изначально берем, котлован копается, а ограждения никакого нет, непонятно, что это, вот с такими вы сталкивались? Да, это тоже, как бы, тоже сталкиваемся, это, как бы, мелкие нарушения. Согласно закону, санитарной нормы, да, с НИПом, строительный объект должен быть огорожен. Это мы указываем также в архитектурно-планировочном задании, там предусматривается, не должен быть огорожен временным ограждением, устанавливается паспорт объекта. Это делается в целях безопасности. Нет, ну, вы просто сейчас сказали, что это мелкое нарушение. Тот же самый ребенок, открытый котлован, человек ночью идет плохой, может же упасть и привести к трагическим последствиям. Ну, начиная вот с, не то, что мелкое, а, как скажем, мелкое нарушение, да, ну, да, так скажем, мелкое нарушение, да, и до грубого, если идти, вот, самовольная постройка. Хорошо. Далее вот у меня такой вопрос. На каком этапе вы можете уже проводить, вы же в основном мониторите, правильно? Проверяете, собираете все сведения, выезжаете непосредственно на объекты, ваши специалисты, на месте ознакомливаетесь. На каком этапе вы можете проводить мониторинг того или иного объекта? То есть это вот с момента копания котлована, или уже когда будет фундамент, или уже когда будут стены, кровли? Нет, тут уже с момента начала строительства. Прямо вы с момента начала строительства? Когда начинается строительство монтажной работы, мы уже имеем право проверить данный объект на наличие документа, вот получение, получил ли человек АПЗ, эскизный проект. Если не получил данные документы, мы направляем в управление ГАСК. А как вы можете узнать, вот если он не получал у вас АПЗ, вот, например, одно нарушение есть, он не получил у вас АПЗ, то есть вы не знаете об этом строительстве, де-факто? Он у вас не получал, он у вас не зарегистрирован. Как именно? То есть граждане к вам обращаются, что там идет строительство, каким образом вы являетесь? АПЗ же выдается нашим же отделом же, поэтому у нас есть учет, АПЗ, нумерация, когда выдается. Соответственно, мы когда мониторинг проводим, приходим в отдел и проверяем же объекты, которые начали строительство, и проверяемся, и, соответственно, люди спрашивают, если этот человек АПЗ получил, соответственно, у него разрешительные документы имеются, ну, начал документ правильно. А если АПЗ и эскиза нет, то, соответственно, получается, и дальнейшие документы он получить никак не может. Потому что именно АПЗ и эскизный проект являются первоначальным документом. То есть из него остальное все вытекает? Да, да. Да, из него будет вытекать. Представители услуги, кто ком предоставляет, те же самые наши, МАЭК, АОС, они не имеют права, да, предоставить услуги, если им не предоставили АПЗ на это строительство и эскизный проект. Для АПЗ, вот перечень документов у нас есть, для получения АПЗ есть кое-какие документы, которые должны предоставить. Там просто вот эти сетевые компании, они просто предоставляют техусловия. Ну, техусловия они имеют право предоставлять, если строитель, застройщик не имеет АПЗ. Имеют ли они право предоставлять их условия? Для получения АПЗ есть перечень документов, которые нужно задавать. Ну, среди них указано. А, среди них указано. Далее, при нарушении, выявлении нарушения, вы отправляете в ГАЗКО. Ваши действия какие дальше? Ну, соответственно, мы... К вам поступило обращение, да. Обращение, да. Мы назначаем внеплановую проверку. Если выявится какие-нибудь нарушения в сфере строительства, мы выдаем предписание об устроении этих нарушений и привлекаем к ответственности. То есть, к административной ответственности. Что это именно? Ну, допустим, если строится бизнес рабочего проекта, то по 316 статье налагаем штраф. И приостановляем строительство. Можете озвучить среднюю сумму штраф? 200 МРП – это субъект малого предпринимательства. 120 МРП – это для физических лиц. Для физических лиц. Вот эти объекты, 9 объектов, которые вам уже поступили, соответственно, письма, да, вы уже направили. Эти 9 объектов, они под какой подорога корректегорию? Ну, мы сейчас, в данный момент идет проверка, продолжается, еще не завершена. Ну, после завершения проверки будет известно. В среднем на проверку, на проверочные действия после того, как вам появился письмо, сколько уходит времени? То есть, ну, я понимаю, чем объект больше, тем больше времени. Ну, в среднем. Ну, в среднем где-то 15-20 дней. 15-20 дней. Но иногда месяц вот так. Дальше, после этого вы привлекаете. А возможно ли, если действительно идут нарушения и так далее, и так далее, на момент проверки останавливается строительство или нет? Да, приостанавливаем. Приостанавливается. А если уже дальше выявится, что многих нет документов, не собрано вообще, незаконное строительство, там, на чужом участке и так далее, так далее? Да, если незаконное строительство, то мы подаем в суд по 319-й статье, это незаконное строительство без соответствующего права на землю. Ну, потом уже судом рассматривается либо снос, либо штраф. Либо снос. А в этом году были такие случаи у вас уже? По жилым домам не было. По жилым домам не было, а по каким-то другим объектам было? Ну, по мелким объектам было. Было, да, все-таки. И сносили, или же штрафовала? Сносили. Было такое незаконное строительство. Еще вот такой вопрос тоже часто люди задают к нам касательно пристройок к дому. Вот бывает же пристройки к дому. В данном случае, как людям? Что вот человек живет на первом этаже, он хочет себе сделать пристройку. Это же тоже через ваш отдел проходит данное. Пристройка, для этого, чтобы он взять пристройку, построить пристройку, ему сначала нужно взять землю. Вот и купить, да, собственность? Да, никто что купит. Это у нас на праве заявителя, он может на куплю-продажу или на аренду написать. Это рассматривается также на земельной комиссии, там же решается. После этого? После этого уже комиссия, когда решает. Если она удовлетворит прощение, то тогда он имеет строительство. Но тоже там целые нормы есть, да, не нарушая другие? Да, сначала, да, получается, сначала он должен взять землю, разрешение, потому что он выходит за границу в кондоминиум уже. Там целая процедура, взять согласие у соседей, 70%. Теперь давайте затронем вопрос, тоже часто у нас есть. Будем откровенны, многие, многие большие жилые комплексы, они частично или полностью, они присутствуют, такой фактор, как долевое строительство. В каком случае застройщик, это вопрос к вам, имеет право собирать деньги с дольщиков? То есть он какие-то документы им должен предоставить? Но на этот вопрос мы будем отвечать после того, как выслушаем вопрос наших уважаемых телезрителей. У нас звонок в студии, мне подсказывают мои коллеги. Да, уважаемый телезритель, мы вас слушаем, задавайте ваш вопрос, мы постараемся на него ответить. Выступаю от жителей 27-го микрорайона 3-го дома. В прошлом году, в начале года, перед нашим домом построили строительный лес для построения какого-то центра. Мы против этого, потому что наш дом упирается в дом 2-й. С этой стороны же, с этой стороны бизнес-центр. Мы люди, которые выходим из дома, уже второй год упираемся в этот зеленый забор. Мы требуем, чтобы этот забор убрали. Мы вообще против этого строительства. Никакого согласования с нами не производили. На каком основании, по какому принципу дается вот эта земля для строительства каких-то объектов? Благодарим вас, уважаемый телезритель, за такой вопрос. Вопрос, пожалуйста, это вам, вот, люди, строительство, что-то большое. Однако сейчас я сведений не имею по этому поводу. Зрители могут сказать, что, пожалуйста, в письменной форме могут прийти к нам, в отдел архитектуры градусов, написать письменное обращение о том, что вот есть, имеется такое строительство, которое... Два года, два года забор стоит. Два года забор стоит. Да, мы проверим, проверим и примем соответствующие меры. Вообще, возможно ли заградить территорию на два года, и там непонятно, что происходит? Какие-то сроки же устанавливаются в строительстве? Ну, два года, что там, космодром что-нибудь строит? Понятно, я опять-таки, я сейчас это раскрыто сказать не могу, потому что информации не имею сейчас по этому поводу. То есть, нашим уважаемым гражданам необходимо написать письмо. Да, заявление. У нас официально, у нас приемный день, понедельник и среда, у нас сервис-центр, 4-й микро-район, городской Акимат. Пусть подойдут, напишут заявление, и мы рассмотрим это заявление, примем меры с выездом прямо на этот объект. Как долго будет рассматриваться данное заявление? Ну, сроки, вот людям интересны сроки, им надо... Согласно закону, у нас предусмотрены 15 дней. В течение 15 дней вы рассмотрите? Да, мы рассмотрим и дадим соответствующие ответы. То есть, если там есть какие-то нарушения, несоответствия? Да, если там, возможно, если имеются разрешения, мы предоставим документы, что есть разрешения. А если не имеются, мы направим, соответственно, в управление газовым. Спасибо большое. Также, вот, вы не успели ответить на мой вопрос, и уважаемый телезритель позвонил. В каком случае застройщик при факторе долевого строительства имеет право собирать деньги с дольщиков, будем так говорить? Дольщики. У нас имеется закон. Закон называется «О долевом участии в жилищном строительстве». Он был принят в 2016 году. Согласно этому закону, есть три формы, три способа привлечения денег к дольщиков. Это первый способ – фонд гарантирования жилищного строительства. Второе – это участие в проекте банка второго уровня. И третье – это после возведения каркаса. По этим трем направлениям только возможно привлечение дольщиков. По остальным, другие и иные привлечения денег дольщиков запрещены данным законом. То есть, является нарушением закона? Нарушением закона. То есть, застройщик должен вот эти все, чтобы собирать деньги, у него... Одним из этих трех положений выбрать, по какой ему возможно будет. И соответствующие документы уже имеют по одному. Да, в этом законе полностью прописано. Согласно этому закону, я вкратце могу сейчас сказать, что он должен предоставить местным исполнительным органам взять разрешение. Разрешение дается нашим отделам архитектуры, градостроительства. Делается учет нашим. После выдачи вот этого разрешения он может уже вести рекламу и привлекать дольщиков. Только после этого? После выдачи разрешения местным исполнительным органам. Это исполнительным органом являются мы, архитектурой. Ага. Если у вас, даже вот вы увидели рекламу сейчас, ну, на баннерах, в интернете, вы промониторили, ага, у него нету тех или иных документов, ваши действия в этом случае? Да. Будет направлять соответствующие письма компетентные органы для привлечения к административной ответственности, так как за нарушение данного закона имеется административная ответственность. Ага. А если на этом этапе уже, вот как вы выявили, ну, будем так говорить, люди уже вложили свои честно заработанные деньги, вот у него нет этого нарушения, а строительство останавливается, то там уже он обязан, да, возвращать деньги людям? Соответственно, конечно, да, потому что он уже имеет факт нарушения закона. Ага. Это вы тоже контролируете, мониторите полностью? Да, да, там запрашивается строительная компания, имеется список, имеются ли у них вот эти дольщики. Ага. Какой информацией должен владеть участник долевого строительства, чтобы, будем так говорить, его права не были ущемлены? Да, хотели бы уведомить всех наших граждан города при покупке недвижимости этой квартиры, да, соответственно, да, чтобы обращали внимание, обязательно в порядке, первые документы, это право устанавливающие документы, это начиная от права на землю, право ведения строительства, вот эти рабочие проекты, эскизы, мы только что перечислили, да, и самое важное то, что он должен иметь разрешение на привлечение дольщиков, выданное местным исполнительным органам. То есть вами? Да, да, нашим отделом. Вот именно эти основные документы? Да, право устанавливающих документов и разрешение на привлечение дольщиков, вот два эти момента, каждый покупатель должен обратить внимание при покупке квартиры. Угу. Скажите, пожалуйста, вы как представитель ГАСКО, архитектурно-строительный контроль, он проводит проверку не только по письмам же, правильно? А если бы, допустим, граждане непосредственно к вам обратились? Тоже, да, да, по обращению тоже проверяем, еще мы тоже мониторинг делаем, по мониторингу тоже мы проверку назначаем. Как долго заходит рассмотрение обращений к среднему, какой период времени? Ну, граждане должны знать, я вот сегодня написал, чтобы меня завтраками не кормили, сказали, вот через 5 дней точно прийти, через 10 дней мы дадим ответ. Да, да, обращение к граждан 15 дней, но иногда проверка затягивается, то есть месяц, примерно месяц будет. Далее вы ваши действия направляете? Ну, если выявлены какие-нибудь нарушения, мы разъясняем, как надо строить и выдаем предписание, видишь, штрафуем. Как часто обращаются к вам граждане именно касательно нарушений в строительстве? Или вот как был звонок у нас от уважаемого телезрителя, непонятно, что строится? Как часто вот? Ну, насчет часто не могу сказать, но факты имеются о таком, при нем создается действительно. Ну, как я вам до этого сказал, нами выезжается на это место, на это место проверяется объект на наличие документов. Если также имеются документы разрешительные, мы предоставляем этому заявителю копии документов, то, что у него все вот это имеется. Вот вы сейчас в начале передачи, вы сказали, что сейчас выявлено сейчас у нас 9 объектов. 9 объектов. Какая работа сейчас по ним проводится вашими специалистами и вашими специалистами? По выявленным объектам нами соответственно... Во-первых, какие там нарушения? Не может, что у всех одно и то же нарушение. Ну, какие нарушения детальные, может сказать по результатам проверки, наверное, представитель ГАЗ. Я могу сказать, что они первоначальные документы, это АПЗ и эскизный проект не утверждены. До сих пор не утверждены, а строительство уже ведется? Да. Если они не утверждены, нами уже приостановлено строительство? По всем объектам уже назначена проверка, сейчас ведется проверка. В основном у них отсутствует заключение экспертизы рабочего проекта. Сейчас выдано предписание, но еще проверка не завершена. По всем объектам не могу сказать, что выдано предписание, но... А на какой стадии строительства сейчас находятся эти объекты? Это что, фундамент или уже стены возведены? Некоторые фундаменты, некоторые стены разные. Заключение экспертизы это то же самое и на сейсмоустойчивость должно же быть. Тем более, это будут многоквартирные высотные дома. Вне ведомственной экспертизы на рабочий проект выдается. То есть, по конструкциям, по надежности, по всем параметрам. То есть, сейчас строительство эти приостановлено на время проверки или продолжается? Нами выдано предписание на приостановление. Фактически, выехали ваши специалисты на место? То есть, может, вам и выдано предписание? Если он нарушен изначально законы, то он может и проигнорировать ваше предписание? Нет. Для того, чтобы проверить повторно, нам повторно надо назначать проверку. То есть, мы выдаем предписание, а они нам дают ответ, что приостановлен пока. Приостановлен? Да, до устранения нарушения. А если у него фундамент, я извиняюсь, не соответствует сейсмоустойчивости и так далее, то ему придется сносить по новой стены и перезаливать фундамент. По-другому как можно исправить фундамент? Нет, если, конечно, они сначала будут проходить обследование. Если соответствует дальнейшей строительстве, то есть, безопасно, то можно строить. Продолжать. Продолжать, да. А если нет, то... Под снос, да, уже и позаново. Позаново, да. Спасибо вам большое, спасибо. У нас, к сожалению, осталось пару минут до конца передачи. Теперь, для нашего населения, если возникают те или иные вопросы касательно строительства, вот сейчас звонок был, забор два года стоит, непонятно, у людей никто не согласовывал с жителями, но он стоит, этот забор непонятно, куда обращаться конкретно, вот, может, горячая линия у вас есть, какой-то интернет-портал? Нет, по таким же вопросам, по поводу строительства, непосредственно могут обратиться в наш отдел, в отдел архитектуры, городской Акимат, четвертую микрорайонию. У нас есть специалисты, которые примут заявление и могут дать пояснение по этому поводу. То есть, понедельник, среда у вас дни, приемные дни? Приемный день, да. Приемные дни, да. И, ну, и в будние дни у нас принимаются заявления, могут написать просто письменное обращение. Либо могут просто пойти в понедельник, среда, просто подойти к специалистам, проконсультироваться, узнать, что и как находится. Спасибо. К вам как обращаться граждане? То же самое. Так же, через отдел или непосредственно к вам? Нет, нет, непосредственно к нам можно тоже. Какие дни приемные у вас? Или каждый день? Ну, каждый день. В любой день можно ездить? В любой день, да, да. Спасибо большое. Ну, что можно, как можно подытожить? Все-таки до сих пор имеются в Мангастаусской области, в городе Актал, строительство с нарушениями. Но специалисты в этом направлении работают. А вами буквально на прошлой неделе были проведены объезды, выезды на места были, да. Наши журналисты участвовали в этих выездах. Также большое участие принимают и представители государственного архитектурно-строительного контроля. Что я могу сказать нашим телезрителям? Если есть какие-то вопросы касательно строительства, долевого участия, получить консультации, удостовериться законности, незаконности, всегда обращайтесь в городской отдел архитектуры и строительства города Актал, городской Акимат. Там вас примут, проконсультируют, проверят, найдут решение ваших вопросов. Я напоминаю, что это был проект «Резонанс». С вами в студии работал Руслан Агаев. Смотрите телеканал Мангастау, берегите себя. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова